добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить об отцовстве еще одна очень важная вещь которую дает только отец это безопасность мама человек хороший мама человек важный надежный и достаточно влиятельный в жизнь ребенка но в каких-то аспектах мама не сможет обеспечить безопасность какие сферы жизни требуют безопасности давайте посмотрим или что влияет на безопасность или ощущение защищенности которая очень важна для наших детей чтобы они могли самореализоваться и раскрыться ни для кого не секрет что страх а самое сковывающее вообще что есть в этом мире и наша задача друзья как отцов быть теми кто обязательно будет закрывать наших детей от максимального числа опасности и самым мощным фактором который будет влиять и влияет на безопасность это дисциплина нам может показаться какое отношение дисциплина имеет к безопасности да очень простое если вы не дисциплинируете ребенка если вы не показываете ему м какие то вещи которые действительно правильный и не направляете его то у него не будет возможности на поступать правильно это значит что они будут находиться в опасности простой банальный пример переходить улицу на красный свет это правильно нет недавно я отводил дочку в детский садик и мы переходим достаточно большую оживленную трассу светофор горит 8 секунд и в этот момент когда начал моргать красный свет одна женщина вместе со своим ребенком кинулась на проезжую часть в то время как машины еще даже не начинали тормозить я сказал своей дочери если бы это была наша мама то я бы в обязательном порядке очень серьезно с ней поговорим эта женщина услышала и посмотрела на меня злобным взглядом какой пример она подал очень простой никакой дисциплины никакого уважения к правилам это значит что ее дочь находится в опасности она может спокойно ходить на красный свет если у нас с вами нет вот этих знаете красных стоп сигналов которые мы расставили нашим детям они могут выйти за зону безопасности и попасть ситуация где они могут даже погибнуть вторая вещь очень важная в которой мы должны обеспечить безопасность нашим детям это решение послушайте каждый из нас совершает ошибки и когда мы принимаем какие-то решения мы очень часто останавливаем и страхом потому что мы боимся ошибиться дайте вашему ребенку право на ошибку не просто а ты можешь поступать как хочешь тебя есть право на ошибку нет но на ответственную ошибку вы можете прийти и сказать своему ребенку а лучше чтобы вы делали это постоянно и поступали так вы можете прийти сказать тебе есть право на ошибку ты можешь принять это решение и если ты ошибешься мы вместе исправим последствия если вы не дадите вашему ребенку право на ошибку он будет скован страхом и он не будет в безопасности потому что неверно принятые решения для него будут болезненнее чем вообще принимаемые решения они решительность очень часто может привести даже к смерти еще одна важная вещь в которой необходимо наше участие в плане безопасности это атмосфера атмосфера которую мы с вами на даем в жизнь ребенка чувствует ли он себя защищенным очень простые вещи когда ваши дети маленькие берите их за руку обнимаете когда вы идете по улице для ребенка примерно до 12 лет любая улица это в какой-то мере враждебный мир сначала это ваш дом как зона безопасности потом это ваш двор потом это немного расширяется но за пределами человек чувствует себя особенно если маленький человек он чувствует себя незащищенным когда вы идете со своими детьми берите их за руку это придает им больше уверенности когда они уходят в большую жизнь вы должны постоянно делать это даже мои взрослые дети когда мы с ними идем по улице я беру их за руку я хочу чтобы они знали что их отец рядом и он всегда защитит что бы ни происходило поэтому вам нужно создать эту атмосферу чтобы ваш ребенок всегда понимал что вы здесь что вы думаете что вы считаете пользует-пост и и и и Субтитры подогнал «Симон»